Я вообще-то с Углегорска, ну и тут родился, как говорится. Учился в шестой школе, ну была шестая школа, где сейчас суд находится. Потом уже перевели в первую школу, до шестого класса я учился в шестой, потом уже седьмой, восьмой уже учился в первой школе. Детство, как у меня прошло, занимался спортом, разные секции, борьба, вольная борьба, лыжи, штанги, гири, волейбол, баскетбол, ну все помаленьку, как говорится. Вели спортивный образ жизни, как говорится. Погулять любили, конечно. На гитарах во дворах играли. Да, во дворах на гитаре играли. Нормально в общем все было. Как-то молодость, как говорится, хорошо и весело проходила. Это в 87 году было, в мае. Нас забрали уже, в армию меня забрали. Сперва на Южный Суглегорска, на Южный нас отправили там. Раньше, как говорится, модно было, что мужик должен отслужить. Отслужить, ну что там как-то изрослеешь, как говорится. Ну как-то все равно. Многие ребята, которые здесь были хулиганами, там бандюгами, там они, как говорится, стояли на учетах в милиции и везде. Мы тоже стояли, я стоял там. Многие все стояли на учетах. Нас все контролировали в милиции. И потом туда попадали и почему туда забирали, чтобы ребята, ну, могли встать на путь, как говорится. Уже это все забросить, все эти хулиганства там и так далее, встать. Уже по пути уже нормально идти уже, как говорится. И попал в Владивосток, спирал в Хабаровскую чепку. Там три или четыре месяца мы пробыли. Ну а тут уже распределение уже по кораблям было. Вот я попал на корабль, средний крейсер. СКР ревностный был такой. Ну и все, и началась у меня служба, как говорится, серьезная. Моря, моря, учения, учения. Попал еще так, что были постоянно одни учения. Ну, на то время я тридцать раз подтягивался. Там по сто раз отжимался, тридцать раз подтягивался, как говорится. Ну, форму держали, как говорится, постоянно. Зенитно-ракетная батарея у меня было, 20 ракет с установкой. Ну, многих там были. У кого это, пушки были, у кого торпеды, у кого, у каждого своя БЧ. Там было такое, что просто надо было себя поставить нормальным. Как говорится, не слабым, не дохленьким, как говорится. За себя мог постоять. Конечно, хотели там, чтобы все равно тебя, как бы, это, придавить его, что ты там, ну ты кто? Ты душарок, как говорится, матрос. А чем раньше ты поставишь, тем лучше уже служба идет спокойно. Бывали схватки там немножко, там со старшими. Там было и подраться нужно было там. Ну ничего, потом нормально. Раз подрался, два. Потом уже все, уже тебя не трогали, ты уже жил, служил нормально, как хотел уже. У меня все было ровно. Я со всеми обязанностями справлялся. Ни одного нарядом, ни очереди? За три года ни одного. Пожелаю всем, ну, молодым ребятам, ну, также и всем, кто служил, с праздником, чтобы молодым, чтобы они на пусте, как говорится, пошли, отслужили, чтобы у них все было хорошо, как говорится, они себя, как говорится, нашли в чем-то, потом у них будет время, чем потом на гражданке заняться. Ну а старикам хорошо отметить свой праздник, чтобы у них все продолжалось хорошо, чтобы не забывали, что они служили. Ну и пример давали ребятам, рассказывали, как там все-таки надо отслужить, и нормально, чтобы все в жизни было. Хорошая у тебя папка. А ты гордишься им? Конечно. А какой он у тебя еще? Усиленный, смелый, может постоять за себя там, защитить нас, если что. То есть он у вас прям настоящий защитник семьи такой, да? Да. Хороший мужик. О, здорово. Я знаю.